Это столы Эрика, здесь шикарная тарелка, похоже на север, подвес какой интересный, смотри, смотрите, необычное крепление, ручные росписи, вот это что-то похоже, вот эти два цветка, похоже на, вот у нас в стиле растут подснежники, вот эти два похожи очень. Подснежники, они же, вот насколько я помню, один вид, а их два, их два, вот те, что у нас в стиле растут, они крупные, а есть мелкие, те, которые вот, похоже на ландыш белый, а те, которых я говорю, те мохнатенькие, вот, кстати, вот с такой цветов гаммы, роскошный медальон, смотрите, так, вот эти очень, конечно, обалденные две вазы, а вот еще пара. Ну, вот какие вазы тоже стоят. Молочник, сногсшибательный, с ирисом. Да, волшебство, это что, масленка такая огромная, интересно, такие края выступающие, вот клоши, хрусталь, еще один. Пипка шикарная, вау, это капуста и малыш в капусте, вот это чудо, вот это точно чудо. Так, здесь такие баночки еще, полиновое, наверное, стекло, соломки, либо горчичницы, вот это что-то, а, это флакончики, вот это флакончик, и, а это печать, скорее всего. Это зажим, это для ногтей. Соломка прям маленькая-маленькая. Такая бабка была, мы с ничьей берялись, мы обсуждали, продавали с ней, ну, зуброму, вот, нормально. Ну, конкретно, вот, серебро. Забыл, как же это называется, для ключей, вот эта штучка для часов, для ключей, как называется, напомните, вот на эти крюки вешать, все, что носить с собой нужно и не потерять. Серебро, серебро, шкатулка для таблеточек, серебро, кружечка. Франция, серебро. Франция, это клейма есть вот сзади, и клейма вот на этих штуковинах чуть ниже. Шатлен для ключей, вот так ключики внизу висят, а это в кармашек вот вставляется. А что-то даже не помещается на прилавках, поэтому выложили ваше, вот аж прям на задник, это что-то в стиле Каппадимонте или все-таки Каппадимонте? Цветочки, не знаю, все ли целы, нужно разглядывать, вон сколько статуэток с кобольками, вазы и так далее. Я сегодня припозднился, ой, как укропно тут в этом месте для съемок. Так, эти собаки, собаки вече снова тут, это постоянный дядя, который тут бродит. Никогда не видел, что он что-то покупал, но бродить он бродит. Возможно, у него уже много покупок и глаз наметанный так остро, что он с трех, с пяти метров видит, что брать, а что не брать. Поэтому не реагирует. Либо он просто собачек выгуливает, скорее всего. Так, ладно. Ребятки, это лампа была ранее, позолочение. Какая шикарная, конечно. Вот это вкус был у людей. Вот это вот эти завитки. Представьте головы какие. Вы думали, это какой надо иметь вкус и вообще чувство вкуса. Да, вот еще такой подсвечник невероятный с птицей. Внизу ящерки, вот эти, да, ящерки. Кто это? Здесь птица. Вот она. Обалденно. Вот я такой у нее самый шикарный, наверное, подсвечник с позолочением. Ой, ребятки, а здесь сколько серебра. Какая красота. Ёшкин кот. Ой, 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 не могу, не могу. Держите меня. Сервиз какой. Или что это? Это не сервиз, комплект, набор. Или все-таки тоже сервиз. Комплектация просто небольшая. Но какие эмали, какие мизерные, прекрасные. Четошные. Обалденно. Ликерчик. Для чая ситечка, тоже серебро. Здесь много серебряных предметов и все, все очень красивые. Кольца под салфетки. Тоже для чая ситечки. Так, штопор коняга. Вот это очень понравилось вещится. Серебро и позолочение. Позолота. Вот эти очень понравились. Парочка серебро. Десять тысяч одна стоит. Ой, такой чудесный флакончик какой-то. Сколько же милоты всякая. Сколько всякого интересного. Чего мы никогда не видели, не знали. Кулончик, и он открывается. Бронз, и лято. А, зеркало, ребятки, зеркало. Еще и фасет. Обалдеть. Зеркало с фасетом. Подвесное. Бог ты мой. Защелка здесь. Защелка. Вот она тут. Орех акул такой вкручивающийся, выкручивающийся. Господи, белочка, видите их? Щелкает. Обалденная вещица. Обалденная. Ой, сколько всего, мать моя родная. Это лимошь. Бед, керама какая красивая. Отбитая. Ну, лепнина, да, шикарная. Вот. Интересное тоже произведение. Интересная картина. Ну, рама больше, чем картина. А вот так-то вместе бы они хорошо подружились. Мне нужно десятое место найти. Где оно здесь есть? Кое-что забрать. Здесь все, посмотрите, какая тоже история интересная. Религиозная картина. Религиозная картина. Кукол много. Вау, сколько их здесь. Вот с поцелуйчиками даже есть. Ой, это интересная какая. Посмотрите, какое подножье. С вазы ваза. Конечно, как бы просто роврок не забили, так скажем, да? А вот ножка, да, красивая. Здесь еще вот такой вариант есть. Кстати, не тяжелая. Она так смотрится массивной. А, в принципе, ну, красота. Плюс желтое стекло. Карамельное. Медовое, правильно сказать. Да, да, интересный вариант, интересный. Вот там две вазы. Совсем недавно мы с вами на прямой трансляции разыгрывали, разбирали, как же пить из этой кружки. Напейся, не пролейся. Так вот, интересный дизайн. Я вообще первый раз вижу. То есть, все действия, это те же самые, и функционал на песне обликся. Все в дырочках. А вот такой дизайн. Это, кстати, чехослователем. Господи, тетя безобразная. Орет. Ужас. Красота. Вроде бы она угомонилась. И солнышко как раз выскочило. Посмотрите, давайте полюбуемся уже в тишине. А, здесь охота. Охота, зайчик. Так, значит, пугало стоит, охотники с ружьями, олени. Слушайте, ну, интересно, в Чехословакии клеймо есть. Неожиданное решение. Так, это было вот так, мы так и сделаем. Как-то вот так это было. Я все думаю, как же это называется. А это, оказывается, вот это вот стекло, ниточное. То есть, его обматывали, и тем самым получаются вот такие вот полоски, да, мелкие. Чем-то обматывают стекло, и дорожки получаются. Называется технология ниточная. Эта технология уже утеряна. Хотя, кто-то же ее продумал, значит, и сейчас можно, наверное, продумать. Но это быстро, и нужно делать к стеклу, оно же как бы застывает моментально. Ну, в общем, да, интересно, интересно так, если задуматься. А сам Декандр роскошный. Ну, такие около 25 стоят. Просеребрение. Роскошь. Видите, какой-то крутит мужчина в руках. Досточка. Интересный дизайн. Во-первых, она большая. А во-вторых, сам рисунок необычный. И размер, и рисунок. А так, форма нам знакомая, да, согласитесь. Так, клеймо есть. Кузнецов. Фабрика. В Твери. В Тверях кракелюр такой конкретный. Интересная вещица. И доску повело, либо она такая и была. То есть, негладкая, неровная поверхность. А здесь, смотрите, интересно еще и дизайн вазы. Вазы. Буйвол, да? И ручки есть. А это рога, рога, как бы. Интересно, интересно. Я сегодня припозднился до 4 утра. Шил вчера до 5, позавчера до 6 шил. Ой, надо дошить матерям. И показ, господи, куча всего. И по делам тут бегать еще нужно. Шкатулочка мне очень понравилась. Вэджет. Или в стиле вэджет. Ну, сама форма необычная и такая прелестная. Вся в цветах. Да, мы медальоне. Красивая вещица. Медальон большой, он огромный, видите? Очень тяжелый. Что-то из... Ну, короче, современного материала. Но шикарное. У него подвеса нет, к сожалению. А так, конечно, он мне нравится. Забираю этот молочничек. Миленький, хорошенький, шикарный. Германия. Так, мне еще понравилась вот эта штука. Она маленькая, малюсенькая. Но ценник у нее не маленький. Однако же внимание привлекает. Это, по-моему, фарфоровые ручки. Я сегодня, наконец-то... Ух ты, смотрите, какой выбор здесь ковриков. А это скатерти. Это все скатерти старенькие. Я сегодня, наконец-то, взял... Мне нужно было у меня очень красивый подсвечник в руке держать. И наверху за спичницей бронзовый. Или из чего? Бронзовая латунь, да. Короче, отломился. Ну, отломился. Я, наконец-то, взял здесь есть мужчина, который паяет это все каким-то образом, делает. Вот сейчас как раз-таки занесу. А то все бегу и забываю взять с собой. Забываю. А сегодня взял и отдам. Вот это глазища у него. Сине-зеленые. Сразу какие-то фильмы вспоминаются. Я тут шью, как раз и сижу. Здравствуйте. И смотрю... Смотрю... Ну, фильмы из СССР. Ваша? Ваша? Нет. Я хотел спросить за это. Я думаю, может, видеть. Вот оно, где искусство. Там и подпись есть автора. Очень старенькая вещь. Возможно, даже 18-й век. По заднику это видно. Ну, скорее всего, 19-й все-таки. Ну, сюжет изумительный. А еще, если в раму вставить. Просто вам мазки такие крупные. Атмосфера приятная. Ну, вот, ребятки. Вот этот подсвечник. Покупал я его на Мосвинтаже. Да, давненько. Год, наверное, назад. И в итоге, пока нес, у меня обломилось. Вот этот кусочек. То есть подсвечник, ручка и спичница. Вот оно было вот так. Вот хотят сделать штифт. И там или пайка, или склейка. Посмотрят уже в итоге. Так что отдаю в ремонт. Прелесть какая. Кузнецов. Скольчики есть на каждом предмете. Но смотрится обалденно. Ну, только в реставрацию теперь. Во-первых, что нежные. Какие блюдца. Что у нас в Франции? Лимошь нежнейшая. Сахарница, молочник, шкатулочки. Парфимерия. Чайничек. Жень. Красота. Это что? Это ваза с одной ручкой? А, да, вторая отломлена. Только надрывается. Снимать сложно. Вот этот звоночник шикарный. Конечно, бы просто прям эксклюзивчик. И понравилась вот эта шкатулка. Вау. Класс. Вот вам и развалы, пожалуйста. Самый настоящий развал. И чего здесь только нету, надо копаться. Может, даже есть что-то и... Что мне бы пригодилось. Или вам. А, может быть, и нет. Наверное, нет все-таки. Хотя, как знать. Сегодня не нужно, а завтра нужно. Что-то из этого. Сервис здесь интересный. А чей ты сервиску скажете? А, ФЗ. А, ФЗ. Он у нас такой красавец. Молочник, сахарница. Даже вазочка есть. Чайничек. Стучалочка роскошнейшая с ангелочком. Крепление у нее есть, видите, дырочки. Ой, ну ручка просто роскошь. Просто. Молочничек там замечательный. Обожаю купоросное. Купоросное, да? Стекло. Стопочка еще есть. Тоже купорос. Как бы они красиво смотрелись рядышком. Прекрасно. Обожаю. А у меня, кстати, и нету купоросного ничего. Но восторг мой однозначно купорос вызывает. Да, да. Как-то высокая шкатулка такая, по-моему, на кожу. Или это тиснение какое-то, как будто кожа. Но интересно. Сахарница, зеленое стекло. А зло берет, что никто ничего не берет. Народ смотрит, любуется, выбирает что-то. Деревья у нас пока еще. Тут даже почек нет. Тоже стол интересный. Здесь что-то из мейсона есть. Вот это все склеено. Ну, конечно, мое внимание привлек молочник или сливочник. Здесь их два. Посмотрите. Интересных таких. Кстати, совсем недавно в шорсе я снимал. У меня молочник. Вот с такой же ручкой. Шуман, по-моему. Шуман. Если не путаю. Ну, вот этот обалденный. Здесь еще одна интересная вещица стоит. Вот на хвосте у рыбы раковина. Видимо, для икры, икорницы. И там еще что-то какие-то. Камни натуральные, что-то невероятное. А еще мне понравилось, конечно же, кашпо. Здесь оно стоит. Вот замечательные цвета. Бедные люди вздыхают, спать хотят. Но им нужно сидеть. Они же с утра приходят. Да, красота. Ребятки, любую стою здесь. Пара ламп есть. А, у одной немножко вот отломленная. Вот что. Здесь она есть. А на той нет. Вот такая интересная лампа. Бронзовая лампа. Ну, меня, конечно, впечатлил ангел. Сантиметров 90, наверное, эта лампа высотой. Вот эти тоже пара. ВАЗ. Эти говорят, конечно же. Вон она, вторая стоит. И кобальтовые, изумительные вазы две. Там два веер. А, одно веер, другое панно. Шнуазри. Вот это как-то я вам уже демонстрировал, показывал красоту. Елочные игрушки, шишки. Вот эти парочка шикарные, две большие. Ой, кстати, никогда не видел Гена Крокодил. Смотрите, две игрушки. Вы видели, да? Приближать неудобно. У меня в руках сумари. Сумари. Это вот такие лестнички здесь тоже расположены. Ну, здесь товар, так скажем, не айс. Но вы никогда не знаете, где вы что можете встретить. Потому что иногда у одних продавцов что-то застаивается. И они могут поставить вообще другое место. И в том месте, как ни странно, этот предмет уйдет. Поэтому здесь тоже можно встретить что-то интересное. Надо смотреть. Надо ходить, смотреть. Так, вон туда сейчас еще вверх поднимемся. Так, подсвечник отдал. Вещечку забрал. Которую мне нужно было забрать. Что дальше? Видео подстел. Мне сейчас нужно ехать к Жене, рассказывающей. Сейчас поеду. Певица, подруга моя. Помните вы ее? Встреча у нас. Деловая встреча. Люди, деловые контакты. Собакевич у соки. Все его гладят. Мои хорошие, пришло время разыграть этот прекрасный комплект посуды. И это у нас как раз таки было слово посуда в нашем видео. Здесь их сколько? Вот, 70 комментариев. Со словом посуда под этим видео. И мы сейчас нажмем и выберем победителя. Красивая посуда обладает потрясающей энергией. Чудеса, красоту и роскошиство. Нам Ванюшка показывает. В общем, все про посуду. Так, посуда ваш подарок. И просто чудо. Без него нам жить. Ну, что-то там такое. Без посуды жизнь не та. Без посуды никуда. Это спешу, надо бежать. Я с посудой осторожно. Ведь разбить посуду можно. Вот это да. Что такое сегодня за красота. Так, ну, в общем, не будем отвлекаться. Мы все-таки идем выбирать победителя. Так. Посуда. Ты куда, куда, куда убегаешь от меня. Все помните, да? Это Федорина Горель. Так, давайте смотреть, кто это. Кто это у нас? Победитель первый. Никого ничего я не переделываю. Твой год, кто и выиграл, тот и выиграл. Алена Митракова. Алена, поздравляю. Вы выиграли вот этот прекрасный комплект. Солонка, перечница, как хотите, горчичница. Девочки и мальчики, у нас следующее задание под этим видео. Вот такая сухарница винтажная. Очень старенькая, со вставками лапша. Приятная вещица, сухарница, либо под конфеты, как захотите. В общем, под этим видео нужно писать слово «Удача». Удача. Удача к вам придет. И также прекрасна эта посуда к вам в дом. Тоже придет. Жду, жду. Все, всем пока. До новых встреч. Слушайте, какая красота. Это я здесь куда-то, куда-то зашел. Но здесь все крыши видны. Здесь какая красота. И, кстати, смотрите, зеленеет уже. Деревья зеленеют. Прелесть. В общем, смотровая площадка, наверное, это все-таки. Народ гуляет. Зимой она заснежена. И свежий воздух, и солнце, и зеленеет. В общем, прелесть, прелесть. Иван Рыбников с вами тоже не прощается, а говорит вам до новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. А рынок, тем не менее, несмотря на уже время приличное, еще идет. Не прощаемся, а говорим до свидания. Бегу по Москве. Это метро-аэропорт. Высотки стоят. Уже не бегу. Видите, травка уже вылезла. Уже какое-то настроение дает свое зелененькое. Зеленое. Маршрут перестроен. Лидия Андреевна Русланова, смотрите. Продолжайте движение прямо. Русская певица жила в этом доме 1953 года по 1973. Обалдеть, здесь метро-аэропорт она жила. Класс. Класс. Русланова. Штуковин, оказывается. Смотрите, есть номерочек. И спереди, и сзади. А, ой, да, вот спереди. Надо же. Забавно. А вот и Женя, красотка, встречайте меня вышла. В летнем у нее тут, у нее тут сады цветут. И она цветет вся. Привет. Привет. Званный ужин, да, у Жени сегодня. И березовый. У Жени приготовила печенку, значит, макарошки и кукурузка, Печенка это с сыром, это мой авторский рецепт с сыром. Ну, я люблю много поджарки, лука всякого-то. Два раза ходила, да, за этими. Там у нее сидит директор, ее она его уже накормила. Вот я прибежал, разглядели квартирку, очень интересно, дом старенький достаточно. И как бы видно, что это вот у нас тут есть директор. Директор, представьтесь, пожалуйста. На вас смотрят 40 тысяч подписчиков моих. Просто Илья. Илья, хороший человек, нужный, так скажем. Вот, и да, здесь, ну, можно пробежаться, конечно, по квартирке. Вы видели, здесь Русланова недалеко жила, и еще много-много людей разных. Интересно. Ух, а кресло какое больше. Я видел, на балконе второе такое стоит. Ух, и красота. Для директора, он сбежал с него. Директор чуть было на пол, упал. А, он ошатается? На ресторан, на ресторан. А, понятно. Есть много антикваров в квартире. Вот смотри, какая картина, это же антиквара. На доске, да? На доске. Вот это я не антикварное, а вот это, это картина. Да, ну, тут здесь красивые рамы. Ну, это я уж сама шаманила, видишь, как ты любишь. Вот это вот. А, Лена. Шучки. Ну, а не в тему костюма же. И там еще одна картина стоит, где Женя еще в одном образе. Я покажу вам сейчас, поем и покажу, сниму ту картину. Красота, конечно. Очень идет ей костюм этот. Ну, что, мне так приятно, что я сегодня снова у Жени. Сегодня даже она сказала, что будет играть нам на этом инструменте замечательном. Вчера у нее было выступление. Пришла вот с таким роскошным букетом цветов. И мы его все не увидели. От печенки Жениных рук перешли к цветам и к музыке. Поэтому вы сейчас услышите, что сделают ее пальчики. Да. Так. Вань, поскольку ты стал лицом достаточно качественного. Насточно быстро. Насточно быстро. Насточно быстро. И выступал именно на моем концерте. Я хочу, чтобы тебе дарили такие же букеты, которые поешь. Да. У меня своя авторская методика. На этом жало, значит, все зависит еще от артовой полости. Да. От насколько мы четко произносим звуки. Чтобы не было ватой в голове. Давай. Вот такой жик действительно шустрый. Да. Это как раз разогревает верхнюю часть. Хорошо. Ты знаешь, когда разогреваешься, потом ты забываешь даже вот эти свои расцветки. И хорошо, когда они съезды с записью, ты под них можешь повторять. Да, да, да. А теперь, значит, на красивый звук. Здесь, минуту. Или вот так на тебе. Ну, первая, да. Первая, да, да. Смотри на меня. На открытом звуке тоже, на светлом, да. Как хорошо, так хорошо, так хорошо, так хорошо. И потом вниз пойдет. Так хорошо, так хорошо. Главное, чтобы тебе было хорошо, а не так хорошо. Как хорошо, как хорошо. Давай сам себе попробуйте. Главное, чтобы здесь звук был, да, это на открытый звук, опевание. Вот эти вот тоненькие нотки с рядышком, которые идут. И на светлом звуке, звук бываешь, разум, там, шоу мозгового. Как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо, как хорошо. Да, и еще одно темное упражнение, скажем, вы супер-пупер. Да, супер-пупер. В музыке нужно делать акценты, чтобы там, ну, во-первых, нужно руководить акцентами, да, чтобы они были разные, там, допустим. Чтоб птица белая в тоске, чтоб птица белая в тоске, понимаешь, это упражнение, как раз, чтобы ты умел расставлять акценты. Сейчас просто ровно делаешь акценты. Смотри, упражнение, что у меня все на октаву, и все-таки ты должен каждый звук подкачивать, да. Прям качай каждый звук. Да, 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 да. И еще хитрая, тебе она понравится, про кота, то есть очень важно, окраска звука, да, вот сейчас смотри, коту хорошо, у него вообще масляный запрос, да, жил-был кот у ворот, мур-мур-мур, он поет, а теперь грустно колбасу добрали, жил-был кот у ворот, мур-мур-мур, он поет, а теперь кот-агрессор, жил-был кот у ворот, мур-мур-мур, он поет, а теперь снова колбасу дали, солнышко светит, кот-агрессор, жил-был кот у ворот, мур-мур-мур, он поет, а ты знаешь, что тут сразу разогрелось, все разогрелось, да, ну и куча таких упражнений, у меня своя актовская методика, чтобы это было не только полезно, еще и весело, я думаю. Да, кстати, можете тоже прийти, и Женя вас будет учить, прямо здесь, вот тут, где мы находимся. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер общит, Роща соловиная стоит, белая березовая роща, Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, Соловей российский славный вдах открывает песню свою за свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога, Впереди у жизни только даль, полная надежь. И земля становится родней, И сердцам понять друг друга проще, Ты мне душу тронул, целовей, Маленький волшебник белой рощи, И совсем не ведая о том, Ты напел заветное мне что-то, Эту песнь да записать пером, Что от журавлиного полета. Из полей уносится печаль, Из души уходит прочь тревога, Впереди у жизни только даль, полная надежь. Из полей уносится печаль, Из души уходит прочь тревога, Впереди у жизни только даль, полная надежь. Людских дорогах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова